МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадио компании Гомель. У студии Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. У центра уваги – працованная дисциплина. Мобильная группа Гомельского ГАР в Иконкама наведала Гомсельмаш. Город растет и поспевая инфраструктура. Улады отказали на пытание жихоров микрорайона Паудневы. Выконывать профилактические меры и устрематься от далеких поездок в регионе – первый выпадок захворывания на коронавирус. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Десятки талиновитых школьников из всех регионов Украины сегодня отримали свои первые пашпорты. Традиционно на передании Дня Конституции и Урачиста. Так, у музея сучасной белорусской державности 14-годовым юнакам и девчатам их головный документ уручил керовник администрации президента Игорь Сергеенко. Кожный школьник так само отримал подарунок и державный флаг краины. Я могу теперь точно сказать, что я гражданин Беларуси, у меня есть свои права, я могу нести ответственность за свои действия. Это очень почетно на самом деле. Радость за себя, радость за то, что получила уже паспорт, за то, что меня родители поддерживали, родственники, школа. Сегодняшние школьники, которые приехали из разных регионов нашей страны, как я уже говорил, из городов, из поселков, из деревень, они сегодня лучшие на данном этапе и в учебе, и в общественной жизни, и в спорте. За такими вот молодыми ребятами, будучи нашей страной, и наша страна такими людьми просто-напросто приростает. Усягон на передании Дня Конституции по шпарте отримают больше 4 тысячи юнаков и девчат. Мобильная группа гомельских гарвы «Канкама» протягивает мониторинг предприемства у города. Сегодня она наведала акционерное товарыство «Гомсельмаш». Что выявила проведенная проверка, ведают наши корреспонденты. У центра уваги проверяющих «Гомсельмаш» опынулся невыпадково. В минулом году тут зарегистрованы два несчастные выпадки. Утемлику один со смиротным заходом. Або два здоровья не отбылся по вине самих потерпелых, але меры покарания применили до некольких херовников. На предприемстве у вуголи достатково жесткая дисциплина. Практично вся территория контролюется видеокамерами. После завершения работы супрацовники проходят контроль с допомогой металла-шукальника. Порушение дисциплины может привести до звольнения, як и спроба трапить на вытворшись у стане алкогольного опьянения. Проверить, дорогие, могут и упрацованный час на территории некольких медпунктов. Хоть их основное признашение все-таки иншее – захование здоровья работников. Здравпункты работают. Люди высказывали только положительные отзывы по работе здравпунктов. Во все люди обеспечены спецодель. Бадай самая великая проблема Гумсельмаша зараз звязана с оборотными сродками. Продукция предприемства у пылной ступени сезонная. Зимой прибыток минимальный. Але это, конечно, не выключание обходности своей жасовой выплаты зарплаты и разликов за электроэнергию, а так само погашение банковских кредитов. Уже в этом месяце ситуация пошла изменяться в лепши бок. Планы достаточно позитивные. Буквально в марте уже в этом месяце у нас план на отгрузку и на реализацию порядка 200 машин. Около 150 из них – это зерноуборочные машины, около 50 – это кормоуборочная машина. Рынок Республики Беларусь, Российской Федерации, Молдова. 40 машин заявленных – это такие, скажем, вновь осваиваемые рынки, нетрадиционные для нас – это Зимбабве. Планы на апрель месяц, которые уже сегодня подтверждены контрактами – это тоже порядка 200 машин, около 150 машин КЗС-812 или в простонародье «восьмерка». То есть порядка 50 машин кормоуборочных. О чем это говорит? О том, что коллектив сегодня уверенно смотрит в завтрашний день. Коллектив будет обеспечен работой, требуемым должным уровнем заработной платы. И все сложности, которые связаны были в том числе с сезонностью производимой, выпускаемой нашей техники, они остаются позади. Что тышится выника в мониторингу, то значных зауваг члены мобильной группы не выказали. Великих сродков на ликвидацию недохопов не потребно. Что тышится створение беспечных умов на прационных местах, то эта тема для кераунистов предприемства будет заставаться с рода основных и далей. Даже на начале 10-го года, в 2011-м, Гомсельмаш угоходил в спис самых небеспечных предприемств Гомеля. Сегодня до этой категории его уже не относят. Олег Сунцеров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадокомпания «Гомель». Справа техники. В регионе разом с посевной компанией стартовала и рейдовая. Правоохольники что день наведывают в Мехдворы сельгазпредприемства в области, как проверить справность техники, притримливание правил ее эксплуатации и перемешение по дорогах. Рейды проводят без попереджения, змытою бачить полновартосную картину работы специалистов, отказных за якостную и головную безопасную посевную компанию. Тему протягне Евгения Кухаронак. Рейдовая компания у регионе почалася третья гасаковика. До этого термину вся сельгазтехника должна была быть в прационном стане, готовая вытримать напруженные полевые работы подчас посевной. Для проверок в области створили рейдовые группы. Районные, в составе которых у выходят представники местовых рауз и региональные. В период проведения весенних полевых работ сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе осуществляют выезды на предприятия агропромышленного комплекса Гомельской области. Проверяется состояние работы в части обеспечения защиты государственного имущества, сохранность горючих смазочных материалов, материально-технических ценностей, а также целостность ограждений и запорных устройств на складах. Особое внимание обращено на сельскохозяйственную технику и ее готовность. По всем недостаткам информируются заинтересованные ведомства, назначаются проверочные мероприятия, ставятся сроки устранения причин и условий появления недоработок. Наша сдымышная бригада отправилась в рейд с одной из региональных групп у Буды-Кошелевский район. Правоохранники завитали на мехдвор предприемства «Юбилейная Агра». Тут на улику свыше 260 одинок сельхозтехники. Некоторые знаходятся на ремонте у спецустановок. У каждого выпадка есть документальное подтверждение. А вот остатний аутопарк подлегает дебайной проверке. Особный контроль за водителями, которые садятся за руль сельхозтехники. При посещении автохозяйства сотрудники государственной инспекции проверяют, как трактористы и водители с утра проходят предрессовое освидетельствование. Поэтому мы поднимаем журналы выхода на линию транспорта, а также журналы освидетельствования и сверяем их. Все ли водители и трактористы прошли метасвидетельствование, в какое время они прошли. Если цифры будут различаться, то, естественно, здесь усматривается нарушение должностных лиц. В случае выявления различных правонарушений к должностным лицам, которые закреплены за данным направлением, мы применяем их штрафные санкции. Критичных зауваг, які б не як могли повплывать на посевную, до этой господарки нема. Еще вчера тут выпустили технику в поле сеять яровые. Говорець, пакуль сприяя на дворье, треба денежать худка. В этом году весна рано, поэтому хозяйство начало полевые работы и начали севу. В этом году нам предстоит посеять 600 гектаров са, 500 гектаров ячменя, 150 пшеницы, 250 зернобобовых, 300 проса, 100 гречек, и это все на зерно. Кроме этого, 250 однолетней группы. Ну, кроме этого, ведем вывоз к органике, вот каждый день около 1000 тонн вывозим и вносим. Напереды дни регион полновартосно включился в посевную кампанию. До сяубы ранних яровых приступили усе районы. На ранницу этого дня засеяно свыше 7,5 тысяч гектаров. Это 6% до плана. Протягивается подрихтовка хлеба под яровые. У сего працавана амаль 22 тысячи гектаров земли. Евгения Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель» с Будокошелевского района. Диалог з Улады. В таком формате пройшла встреча представников Гомельских гар в Иконкам администрации Новобелецкого района с жихарами микрорайона Паудуневы. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова ведая, обшим ишла размова. Подставой для встречи стал зворот группы инициативных жихаров микрорайонов Гомельский обл. Иконкам. Мы это обмерковать хвалюючую проблему жихаров Паудневыха и варианты супрацовництва. Головное питание на парадку дня – будовництво школы. Ближайшая, если сад – середняя школа номер 73, переполненная, як и дитячий сад, який открылся в минулом годе. Представники Улады отзначили, что в 2019 году распочата подрыхтовка проектно-кошторисной документации по будовництву школы на 845 мест в микрорайоне Хутор. Могу говорить за этот год. Бассейн улица Ленинградская, проектные работы бассейн Ириненская, проектные работы строительства, проектные работы, 94-96 микрорайон, проектирование средней школы. И еще одно питание, которое огучилась под час встречи в Тибуде проводится цеплореновация в 73-й школе. Батьков запевнили, что ГТ-установа успеет першочарговых объектов и у каникулярный период проведут утепление кабинетов. Значит, достаточный объем работ уже был произведен. И теплореновация дошкольного блока, и установка пластиковых окон, и большой выполнен объем ремонтных работ. Уздымались и питания руху транспорта в микрорайоне. У ближайший час отказные службы оценят необходность змена у разгладе. Пропрацовывается так само вариант открытия педиатричного отделения на первом поверсе жилого дома. Проектно-кошторисная документация готова и находится на разгляде даже экспертизы. Конструктивно выращены и шерк оперативных пытаний у организации медобслугования неполнолетних. Встреча прошла конструктивно, и хочу заметить, что это не первая встреча. Что у нас аналогичные встречи проходили и с жителями микрорайона Романовичи. В эту субботу у нас будет очередная встреча с теми же жителями микрорайона Романовичи. Поэтому считаю, что органы власти не только на встречах информационно-промагандических, трудовых коллективах. Органы власти должны встречаться и с населением, и по месту жительства. Мы обязаны слушать проблемы людей и, конечно же, их решать по мере возможности. Значилось место на встрече и для поддяг. Жихары Паудневого выказали ей администрации Новобелецкого района и Гарвыконкам с допомогой по озеленению микрорайона. И попросили оказаться денежиня в вывозе сметча после субботника, который пройдет наступные выходные. Вероника Хамсюкова, Игорь Марысченко, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». В Гомеле зафиксовали первый выпадок заражения коронавирусом. В рамках активного лабораторного контроля у грамадзян, который проводится в Национальном аэропорте Минск, у белорусского грамадзянина, который вернулся из Португалии, отриманы, становившись тест на РНК коронавируса. РНПЦ, эпидемиологии и микробиологии проводят поглубленный повторный лабораторный контроль анализов. Пациент шпитализованный в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. Ягостан сдовольняючи. А кроме того, подназирание взяли больше, как 10 человек в уровне первого контакта. Погроза дальнейшего расповсюдживания оценивается как минимальная. Министерство охоты здоровья звертается с настойливой просьбой до всех, кто вертается в Украину, обовязково информовать специалистов пограничного контроля, когда вы побывали в эпидемично-несприяльных районах. По максимальности первых 14 дней необходимо максимально межевать ликонтактов. А в выпадку заявления респираторной инфекции – выкликать худкую медицинскую допомогу. Зараз левше устрематься от наведывания массовых мероприемств у местов с великой колькостью людей, выкорастовывать сродки индивидуальной обороны органов дыхания, выконовать правила особистой гигиены. В регионе открыты горячие линии. Номер телефона в Головном управлении охоты здоровья был выконкома 50-32-04. В Гомельском областном центре гигиены и эпидемиологии и громадского здоровья – 75-70-56. С 11-го до 13-го соковика в рамках проекта «Творчая супрацовництва и УЗМД-помога у сферы эдукационных и информационных технологий» на Гомельшине пройдет пресс-тур «Наставницкой газеты». Его организаторами выступили Головное управление эдукацией, Гомельского обл. выконкома и Выдовецкий дом «Педагогичная пресса». Супрацовництва «Наставницкой газеты» и управление эдукацией почалось в 2012 году с открытия в регионе Корреспондентского пункта. С этого часа в области реализуется суместный проект по развитию информационных технологий. Сегодня намер протягивать взаимовыгодную работу был снова подтвержден подписанием погоднения о дальнейшем супрацовництве. Причем термин «день» этого документа не обняжевывается. На практице проект продуглеживает распаусюджывание прас шесть друкованных и одно интернет-выдание в опыту наставников, их методичных новациях. Плануется так само рассказывать об талиновитой молоде. Аху – по дитяших садов до высшейших научных установ. При этом журналисты различивают на активность работников системы эдукации на местах так званых позаштатных авторов. По сутности, размова идет про пляцовку по распаусюджыванию лепших наставницких напрацовок. Сегодня мы подписываем новую редакцию соглашения, о которой говорим о взаимодействии не только с наставницкой газетой, но и со всеми изданиями нашего издательского дома. Что позволит, естественно, в первую очередь самой Гомельской области увидеть и представить свой опыт на страницах всех изданий, которые выпускают наш издательский дом. Хойницкий район долучился до республиканского патриотичного проекта «У славу огульной перемоги». На митингу калябратской могилы, где похованы больше как 560 человек, собрались представники Улады, установы предприемства. В специальную капсулу засыпали землю с местных похований, например, с могилы Ахвеарфашизма в Алексичах. В 1942 году карный отрат спалил все домы, увезда, были расстреляны и спалены 580 яежих хоров. Усяго на территории района находится 78 помников воинской славы, у тем лику 26 похований воинов, загинувших в годы Великой Айчинной войны. За каждым замоцованы организации и предприемства для подтримания парадку. Памятная акция проходит по всей краине. С места, где похованные загинувшие в боях оборонцы и мирные жихары, взбирают символичные жменьки земли. Капсулы с ее и будут собраны в крипте храма помника угона русских святых в Минску. Плануется, что урочистая церемония закладки капсул пройдет в 75-й день перемоги. Пейзажи, натюрморты и замалевки наполнены весновым теплом. У Музея истории города Гомель открылась выстава работы дельников клуба «Акварель». На протягу 7-х годов объединение працует при Центре социального обслуговывания насильства Советского района Гомеля. Ауторы работ – пенсионеры, которые решили попробовать себе творчество и выказать свое бачение свету с допомогой акварельных фарбов. Эта техника одна из самых складанных в живопису. Людям без профессийной адукации спостигнуть ей непросто. На выставе представлено больше за 50 работ, среди которых краевиды, натюрморты и замалевки повседенного життя. У нас сейчас в клубе 20 человек, все не имеющие специальности художников. Все разные имеют специальности, но мы как бы все сплочились. У нас нет, как сказать, руководителя такого с художественным образованием. Мы все учимся друг у друга. Вот это 15-я выставка. У нас выставки не только городские, но и республиканские. Мастаки-аматоры удельничают в выставах, акциях и организовывают майстер-классы. А так само занимаются волонтерской деятельностью. С доброчинным проектом «Творы добро разом» Янису працовничают. С Дуяновским психоневрологичным интернатом для состарелых и инвалидов. Заборона на ловлю рыбы уводится с завтрашнего дня в Гомельской области. Обмежование пошли денежать ранее, чем, звичайно, в связи с аномально теплым надворьем. Под час забороны дозволено только аматорское рыболовство за одной вудой тиспиннингом, одним крючком, у светлый час суток, сберга, альбозы штучных сбудований. Гэта и иншая новинная информация о проектах телерадио компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Усяго доброго. До встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Избили, вывезли в лес, угрожали убийством и похитили деньги. В Гомеле накануне состоялось первое судебное заседание по резонансному уголовному делу минувшей осени. На скамье подсудимых трое молодых парней 19, 18 и 17 лет. По версии следствия, они подкараулили потерпевшую возле подъезда, затолкали в ее же автомобиль и вывезли в лес. Там, угрожая убийством, ограбили, забрали 5000 долларов и бросили с многочисленными травмами. Милиция к тому времени уже вела поиск предполагаемых преступников. Началась погоня. Двоих задержали по горячим следам еще одного спустя время в Минске на съемной квартире. В суде молодые люди улыбались. Двое из них на скамье подсудимых, еще один в зале суда в наручниках и в сопровождении охраны. Первые слушания состоялись с участием потерпевшей. Так не хочу сильно вдаваться в подробности. Ну, осадок, конечно, остался. Конечно, я стараюсь это вообще не вспоминать и живу дальше. Но сейчас придется вспомнить. Ну, как бы, приятного мало, скажу так. Подсудимым выдвигаются обвинения сразу по пяти статьям Уголовного кодекса. Кража, разбой, угон транспортного средства, угроза убийством и похищение человека. Все трое нигде не учатся и не работают. Зато не единожды переступали закон. Привлекались к уголовной ответственности за совершение хищений. Кардшеринг, но без оплаты аренды. В Калинковичах подростки угнали авто, чтобы покататься и вернуть. Однако хозяин сообщил о пропаже в милицию. Парни выбрали «Жигули-шестерку», так как с их слов давно приметили, что владелец не закрывает автомобиль, когда ставит его во дворе на стоянку. Сыщики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изучили записи с камер видеонаблюдения, по которым и установили причастных к угону. Двое товарищей заприметили машину давно. Один из них накануне даже проверил, не запертали она. В интернете парни изучили мастер-класс, как завести мотор отверткой. Знания применили успешно. Вдоволь покатавшись, юные угонщики решили вернуть авто, но при подъезде к дому увидели наряд милиции и бросили машину в соседнем дворе. Подростков задержали по горячим следам. Таким образом, нелегальная аренда для них закончилась задержанием и подозрением в угоне. 500 литров водки на двоих. Сотрудники ГАИ и АБЭП задержали россиянина и белоруса, которые ввезли в нашу страну непромаркированную спиртную продукцию. Накануне два автомобиля остановила для проверки рейдовая группа. В салонах и багажниках машин инспекторы увидели коробки с водкой, на которых у водителей не оказалось сопроводительных документов. Одну иномарку ввел житель Добруша, другую – житель Брянской области России. За перемещение через границу алкоголя без акцизных марок нарушители законодательства могут заплатить штраф в размере до 100 базовых величин. Всего в автомобилях перевозилось по 25 коробок спиртосодержащей жидкости, не маркированной акцизными марками Республики Беларусь. Общий объем изъятого алкоголя составил 500 литров. Сотрудниками милиции по данному факту проводится проверка. В суде Жлобинского района оглашен приговор отшельнику, который на протяжении нескольких лет обворовывал пустующие дома и дачи. Хищения начались еще в 2013-м, а потом на какое-то время прекратились. Милиционеры стали подозревать 47-летнего местного жителя, который исчез из виду. Через какое-то время от людей стали поступать сообщения о новой волне хищений. Неизвестный выносил из домов предметы бытового обихода, одежду, продукты питания, посуду и прочую утварь. Правоохранители сделали вывод, что, вероятнее всего, вор живет отшельником. И версия подтвердилась. Осенью прошлого года один из охотников сообщил, что видел в лесу странного человека. Участковый проверил район и обнаружил в глубине леса хижину, а в ней и хозяина. Его уголовное дело содержало более 40 эпизодов. Кражи совершались на территории Жлобинского и Рогачевского районов. Приговор суда – три года колонии общего режима. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Определились полуфинальные пары женского чемпионата Беларуси по волейболу в дивизионе А. На этой стадии в борьбу за медали вступают волейболистки-менчанки, противостоять которым будут соперницы из Брестского прибужья. Вторую пару полуфиналистов составили Жемчужна Полесье из Мозыря и Могилевский коммунальник МГУ. 21 и 22 марта игры состоятся в Мозыре в Полесье-Арене, а 28-29 марта серия переедет в Могилев на площадку местного спортивного комплекса «Олимпиец». Победители будут выявлены в сериях до трех побед. Команды, оказавшиеся сильнее, оспорят золото чемпионата Беларуси. Восемь гомельчанок в составе сборной Беларуси по гандболу отправятся в учебно-тренировочный лагерь. Главный тренер сборной Беларуси Томаш Чаттер вызвал 17 гандболисток, в том числе игроков Гомеля. В матчах квалификационных раундов Евро-2020 подопечные Чаттера встретятся со сборной Косова. Первая игра состоится 25 марта в Приштине, а ответная 29 марта в Минске. Олимпийские дни молодежи по баскетболу пройдут завтра в Гомеле. Соберутся команды девушек 2003-2004 годов рождения из областного центра Речицы и Калинковичей. Турнир будет проходить во дворце игровых видов спорта. Старт в 13.00. Соревнования носят статус отборочных. Лучшие спортсмены попадут в сборную области и будут представлять наш регион на Республиканских Олимпийских днях молодежи, которые пройдут с 1 по 5 апреля в Гомеле. Завтра в Гомеле стартует областное первенство по настольному теннису. За призы будут бороться юниоры 2002 года рождения и моложе. Всего соберется около 60 человек из всех районов. Соревнования пройдут в областном клубе по игровым видам спорта. Открытие турнира в 12.00. Награждение победителей и призеров состоится 14 марта. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Оставайтесь на Беларусь4.